Добрый вечер нашим гостям. Итак, сегодня началась акция, насколько я знаю, на всеукраинская акция протеста. Денис, наверное, первый вопрос вам. Основные требования, что требуют протестующие? Протестующие требуют витирования закона, который самый актуален на сегодняшний день, и отправку его на доработку на пересмотрение методов просчета растаможки. В данном случае просчеты именно касаемые акциза, акцизного сбора. То есть, как бы, желательно его, конечно же, вообще полностью убрать, поскольку логи в его наличии на сегодняшний день на территории нашей страны нет. Акциз был в свое время введен в растаможку и направлен сугубо только на то, чтобы защитить отечественного производителя. Мы знаем, что у нас на сегодняшний день как такого отечественного производителя отсутствует. Есть какие-то сборочные предприятия, но на самом деле они сильно не пострадают. Это обычная крупного зловая сборка. Производители у нас стоят, тот же автозаз у нас стоит. Поэтому акциз, он нам как бы не то, что не нужен, он просто уже считается смешным. То есть, либо пересмотреть его, сместить в сторону понижения на какую-то фиксированную минимальную цифру, либо же его полностью удалить. Объясню почему. Потому что самая большая цифра именно в растаможке именно акциз. То есть, при предварительном подсчете, даже с 50% скидкой, которую там предложили по этому закону в течение первых 90 дней, он получается реально огромный. То есть, стоимость автомобиля после растаможки... Увеличивается с новым законом? Да. Увеличивается по сравнению с той, что была? Увеличивается и по сравнению с той, что была. И те автомобили, которые сегодня ввезены, так называемые евробляхи, они просто будут невыгодны к их растаможке. И цена их увеличится по сравнению с их стоимостью в Европе, по сравнению с теми деньгами, которые заплатили в Европе, в 2-2,5 раза. Причем, чем выше год, тем больше. Там о возрасте автомобиля идет речь? Да. Там коэффициент просчета акциза прямо упирается в возраст автомобиля. Он упирается в две цифры. Первый – это объем. То есть, берется цифра за счет 50 евро за бензин и 75 евро за дизель. Эта цифра умножается на объем. Объем на 10 тысяч кубиков. То есть, грубо говоря, на тысячу кубиков вернее. То есть, получается, если у тебя 2-литровый автомобиль дизельный, то ты 75 евро умножаешь на 2, получаешь 150 и умножаешь на полное количество лет этого автомобиля. То есть, если у тебя 10-летний автомобиль, то у тебя, получается, полторы тысячи евро только акциз. И сегодня требование участников акции на доработку или вето? Ветирование с отправкой на доработку, поскольку мы все прекрасно понимаем, что у нас есть действующий законопроект по льготной растаможке, который к концу этого года заканчивает свое действие. А нового закона у нас нет. Этот закон необходим абсолютно всем участникам рынка. В любом случае, закон нужно принимать? Он нужен. Поэтому, да, его нужно отправить, витировать, отправить на доработку. И после доработки выпустить уже в той редакции, которую предлагали те же активисты ГО «Автоевроселла» как бы в Киеве. Участники процесса. А с юридической точки зрения, насколько совершенен или несовершенен этот закон? Совершенен, несовершенен. Это будут определять, мне кажется, люди, которые будут пользоваться теми благами, либо неблагами данного закона. Но одновременно, если говорить о его последствиях, то помимо того, что, естественно, вырастет акций, я думаю, что люди столкнутся с проблемой, во-первых, поиска собственника данного автомобиля. Потому что, не секрет, у многих данных автомобилей завезены на третьих лиц, либо это компании, либо это частные лица, которые просто затянули сюда данный автомобиль. Или так и было в предыдущем? Так и было раньше, да. То есть можно было искать собственника для того, чтобы... Легче будет тем, кто завозил сам на себя в режиме транзита. Поэтому они смогут, в общем-то, решить данные проблемы гораздо проще. Ну а тем, у кого в документах числится собственником автомобиля совершенно другое лицо, придется его найти и каким-то образом завозить данный автомобиль снова. Плюс данный закон, помимо того, что имеет какие-то свои определенные плюсы, он имеет определенные минусы в плане того, что... А давайте какие плюсы и какие минусы? Ну плюсы, во-первых, это у нас мы можем завозить уже любой год. Любой год. Не так, как было раньше. Да. У нас, если мы завозим любой год, у нас уходит требование Евро-5. Что это? Это сертификация автомобиля, обязательная сегодня, которая, собственно говоря, сталкивается любой, кто завозит сегодня автомобиль, который хочет его растаможить честно. Что у нас еще может быть в плюсах? Ну, у нас на самом деле... То есть у нас не честно и честно существует, да? Есть. И это все признают. Ну, собственно говоря, да. Давайте говорить честно, что те автомобили, которые завезены сегодня на евро-номерах, по сути, можно... Они не честные. А мы можем сказать, они не честные, но можем сказать, что они, в общем-то, это очень похоже на определенную контрабанду. Когда ты завозишь товар, не оплачиваешь те таможенные платежи, которые предусмотрены законом. Но человек их не оплачивает не потому, что он, например, не хочет, а потому что сегодня и возможности оплатить. Не то чтобы дорого. У нас сегодня есть ограничения на тот же самый год ввоза автомобиля. И он не может пригнать автомобиль старше 2010 года, да? Да. Евро-5 нормы были введены с 2010 года. Даже не все автомобили начинали выпускать. Многие выпускали с 2011 и 2012. То есть, в принципе, 2010 год это крайний тот год, когда... А вот эта норма закона, она защищает кого? Она защищает нас от старых европейцев или от этих разбитых Жигулей? Она защищает олигархов, владеющих автосалонами и автозаводами от внешнего рынка, от влияния. Но на самом деле заводы стоят, защищать уже по сути некого. Она защищает бюджет в первую очередь, потому что тот объем этих автомобилей, ввезенных в Украину, это серьезная проблема, с которой нам необходимо что-то делать. Естественно, я с точки зрения скажу, что тот законопроект, который был принят, естественно, он не решает эти вопросы, потому что я пару дней назад приехал со Львова. В Львове очень много таких автомобилей. Я общался с таксистами, которые возят, они все таксисты в Львове, все на евро-номерах. А ни один из них не собирается раздомаживать данный автомобиль. То есть они все транзитные, там, въезжают, выезжают. Да, он говорит, я его лучше продам здесь, я с ним что-то сделаю, но мне нет смысла, потому что все равно это мне не выгодно, в любом случае. А вот смотрите, большой вопрос об ответственности водителей, которые ездят на евро-номерах сегодня. Очень много жалоб со стороны участников движения о том, что не соблюдают, о том, что ответственности нет, о том, что машины бросают, потому что им это не ценно, они там недорогие эти машины. И, в общем-то, все боятся попасть в конфликт с участником ДТП, например, страховок у них нет. Это так? На самом деле не совсем так. Смотрите, человек, который уже как бы вез этот автомобиль по той или иной схеме ввоза, и определенно он уже, понятное дело, рискует. Эти люди стараются больше своей части. Понятно, что в любой сфере у нас и на украинских номерах тоже у многих людей отсутствуют страховки, люди просто либо экономят, либо увиливают. Такой же процент и здесь. То есть, на самом деле вопрос не в номерах, вопрос человека, который сидит за рулем данного автомобиля. То есть вопрос прокладки между рулем и сидением. И вопрос психологии. Поэтому люди, которые как бы поддаются какому-то риску ввозять этот автомобиль, они стараются сделать так, чтобы у них, по крайней мере, с точки зрения документа, было все максимально. Опять же, большинство этих людей. То есть они оформляют страховки украинские. То есть они стараются как бы ухаживать за автомобилями. Причем это как бы несбыточная мечта, она сбылась. Всю жизнь мечтал о Мерседесе, а тот его купил. Человек пытается его любить и ухаживать. Есть та категория, которым плевать. Но есть определенный конфликт, согласитесь. Люди говорят, почему я плачу легально и плачу дороже, а они вот не плачут. Конфликт, да, на самом деле, опять же, чисто психологически. То есть люди, которые там как бы видят со стороны, это, да, он завидует, что он везет на Ванна, если он везет на Мерседесе, а вот евробляхер, опять авария, опять то все. Хотя на сегодняшний день, если взять официальную статистику, которая в свободном доступе, пересчитать в процентном соотношении количества автомобилей, зарегистрированных на территории Украины, на украинских номерах, количество автомобилей, везенных, нерастаможенных, посчитать процентное соотношение ДТП, то... Да, очень интересная была бы такая статистика. Очень маленькая цифра получается, статистика, то есть машины на евро номерах намного реже попадают в ДТП в процентном соотношении, чем автомобили на украинских номерах. Но это у всех на слуху, потому что эти автомобили уже всем... Ну их меньше физически пока еще, да? Их физически меньше, но мы берем процентное соотношение. То есть мы берем именно процент, мы не берем количественное выражение, мы берем именно процентное, это будет правильно, да? То есть берем грубо говоря за 100% цифру украинских автомобилей, за 100% цифру машины на бляхах, сводим процентное соотношение ДТП и выводим и получаем цифру. Их получается намного чаще, намного реже попадают автомобили на евробляхах в ДТП, но поскольку они на евробляхах, они у всех на слуху и все как бы соответственно начинают об этом говорить, что вот они часто бьются. Нет, на самом деле это не так, возьмите, посчитайте статистику, это очень элементарно. Данные сейчас свободны. Нет такой статистики, к сожалению. Вчера была страшная ДТП, участник основной части. Сколько таких было ДТП возьмите? Да, конечно же они происходят здесь. Харьковское ДТП нашумевшее, да, то есть там все были участники на украинских номерах, а количество погибших, извините меня, там огромное. Он согласен, Даня. Это не говорит абсолютно... Что нас устроит, скажите, пожалуйста, всех участников движения, что устроит? Новый закон с уменьшенными акцизами, да? Конечно. И мы получаем вообще идеальную ситуацию, когда мы можем возить любые машины из-за рубежа? Мы получаем, во-первых, свободный ввоз автомобилей на территории Украины, как бы нормальный, такой же, как во всей Европе. То есть Европе не надо между странами вообще платить никакой... Все страны, которые члены Евросоюза, они даже налоги не платят. Но мы же еще не члены Евросоюза. Да, мы идем, у нас идет программа оемной интеграции, мы идем прямым ходом. В Евросоюзе нет такого понятия, как акциз. То есть когда они возят автомобиль из Америки или страны, не члены Евросоюза, они не платят акциз, у них нет, они не понимают, на что акциз. Это не алкоголь, это не табачное изделие, это автомобиль, он не должен облагаться акцизом. Да, есть НДС, есть пошлина, мы готовы ее платить, не вопрос. То есть говорят, вот они не хотят платить НДС, а почему нет? Когда мы снимаем автомобиль с учета Евросоюза, Евросоюз нам компенсирует НДС. То есть по сути мы эти деньги получим, мы принесем их, положим сюда, то есть справа кармана влево переложим, мы не потеряем. То есть по сути мы заплатим мыто, ну и готовы заплатить какой-то минимальный адекватный акцесс. На стоимость новых автомобилей, которых украинцы покупают в автосалонах, это как-то повлияет? Никак не повлияет. То есть они не подешевеют и не подорожают? Если будет принят закон без редакции... С идеальным законом, я имею в виду. Нет, если закон будет принят, на новые автомобили он даже новые никак не влияет абсолютно. То есть там цифра акциза на новый автомобиль, поскольку она умножается на год, то есть умножается на нуль, да? Очень маленькая. Очень маленькая. Это было сделано уже давным-давно на самом деле. То есть как бы у нас автомобили в автосалонах стоят столько, сколько в автосалонах Европы, новые. Разницы между рынками нет никакой. Ну есть. Нет. Вы возили автомобиль, вы рассказывали. У меня не новый автомобиль, но я, собственно говоря, я просчитал, мне было интересно, я просчитал, сколько я знаю, сколько я заплатил таможенных платежей сегодня, я просчитал, сколько они будут по новому закону, который... Это выгодно, скажите, возить... Мне было одинаково, ровно один в один, у меня автомобиль 14-го года, но я так примерно прикинул, если бы я завозил бы уже 10-го года, да, ну так просто, то 10-й мне бы акциз вышел в два раза дороже, это было бы где-то 1000 евро. Ну вам и машина дешевле, да? А так я бы, да, ну в любом случае акциз, я думаю, Денис говорит, что вот они готовы платить НДС, готовы платить акциз на таможенную пошлину, да. Вопрос заключается в том еще, что, например, я сталкиваюсь не первый раз, когда таможня, она не верит тем документам, да я купил машину за 5000 евро, приезжаешь на таможенную, говорит, вот она стоит 5000 евро, вот у тебя декларация, вот у тебя декларация на НДС, а таможня говорит, а у них нет, они хотят завысь, не говорят, нет, специально там как-то, вот вы занизили стоимость, у нас есть какой-то каталог немецкий, вот по этому каталогу ваша машина стоит там не 5, а 6,5, к примеру, и мы вам будем считать ее 6,5. Каждый раз я сталкиваюсь с данной проблемой, плюс там постоянно у них какие-то сложности прибавляют, какие-то 100 евро на доставку в прошлом году не было, в этом году уже прибавляют, откуда оно взялось, сказали какое-то письмо было там в августе, там очень сложный сам процесс еще, потому что, я думаю, сама таможня не готова еще идти навстречу, да, и непосредственно насчитывать те платежи, которые действительно будут правильными, верными. Они всегда стараются, знаете, для государства больше, больше, больше положить. Для государства, лифт? Ну, здесь в этом случае платежи идут прозрачные, мы платим их в бюджет, не кому-то в конверте. Поэтому в любом случае они... Хотя, с другой стороны, для просчета у них никаких сложностей нет, поскольку те же немецкие сайты в свободном доступе, то есть зайти перепроверить стоимость этого автомобиля не составляет сложности. То есть не вот этот каталог, который вы назвали, да? Каталог какой-то условный сделан, когда-то непонятно кем утверждены, да, цифры там, ну реально не соответствуют. Да, есть рынок, например, там в той же Германии, да? Есть рынок, он открытый, зайдите на сайт, посмотрите. Мало того, никто не берет в учет автомобиль после ДТП в Германии. Немцу иногда гораздо выгоднее тебе его, грубо говоря, подарить. Сколько у меня есть ребят, у них родственники говорят, мы там попали в аварию, там ударили Шкоду, приедь забери. Почему приедь забери? Потому что они получили страховую компенсацию за этот автомобиль, они могут пойти себе купить новый. А за этот автомобиль им необходимо платить утилизацию. И чтобы не платить утилизацию, они тебе готовы его отдать, чтобы ты его переоформил на себе и вывез. Они экономят. Они говорят, приедь забери. И вот эта процедура для украинца сегодня крайне невыгодна, да, например? А невыгодна, потому что у нас ограничение стоит, ну ограничение стоит, во-первых, по, опять же, по ВОЗу, по Евро-5, по экологическим нормам, плюс вот эти вот цифры, акцессы, все остальное. И даже когда я привезу оттуда автомобиль, скажу, мне его там подарили, вот документы, да, ну или условно продали за условные 500 евро, мне скажут, что такая Шкода там стоит 3000. Ну да, вы же ее почините, она будет стоить. Я пытаюсь объяснить, что она целая, да, она целая, стоит 3000, но мне ее подарили вот битву, вот есть данные со страховой компании, возьмите эти данные в учет. Нет, у нас есть журналы, будем от них просчитывать. То есть дело все как бы в органах украинских, да, и, собственно, в законодателе. В прозрачности начисления этих цифр, то есть исходники, они берут те, которые выгодны им, а не те, которые выгодны людям. Вы верите, это вопрос к обоим, там, в завершение, вы верите в лучший исход вот этой акции протеста, потому что добьетесь там и будет действительно вето? Мы верим, мы откровенно верим, потому что на сегодняшний день количество автомобилей, как бы там органы там уже не пытались скрыть, уже приближаются к 3 миллионам на территории Украины. А, извините меня, украинских автомобилей порядка 9 миллионов всего лишь зарегистрировано, то есть цифра немаленькая, и с этим надо что-то делать. То есть 9 и 3, ну да, уже разница. И потом эти 3 миллиона автомобилей, и если закон не будет принят, и будет ограничена возможность их передвижения полностью. То есть, ну, вы же понимаете, это уже будет провоцировать какой-либо конфликт. А какая будет ответственность? Ну, смотрите, ответственность действительно повысилась в разы. Ну, вот что ждет львовского таксиста, который на Украине был? Давайте говорить о том, что использование данного такого транспортного средства в коммерческих целях, имеется в виду целью получения прибыли. Те же самые таксисты. Ответственность 170 тысяч штраф плюс по избавлению права к ирувания. Гривен. Да, гривен. Плюс конфискация данного автомобиля. В чем заключается сложность? Потому что данная норма, которая была принята, она немножко не соответствует тем требованиям КУПАП, потому что КУПАП говорит, за одно правонарушение может быть назначено одно основное и одно дополнительное взыскание. В данном случае мы говорим про одно основное, это штраф, и два дополнительных, возбавление права к ирувания и конфискация автомобиля. Что, естественно, я не знаю, как будут реагировать суды. То есть 3 миллиона надо будет конфисковать? Ну, если суд в риме такое решение. Очень сложно будет доказывать использование данного автомобиля в коммерческих целях. А вот людей, которые для себя там ездят, это не касается? Нет, это тоже самое касается. Точно так же большие штрафы, там в зависимости, ну, есть согласно таможенного кодекса, там будет зависеть от того, сколько, чем больше дней он здесь находится с нарушениями, тем большая сумма штрафа. В помощь таможеннику самое основное в данном законопроекте, как я это вижу, это то, что функции полиции расширены, национальная полиция и полицейские, и теперь у нас получают основания для остановки данного автомобиля. Это, по сути, так утрированно говорить, просто евро номера. Целью проверки, кто же находится за рулем, то лицо, которое непосредственно завозило данный автомобиль, либо не превышен ли срок ввоза данного автомобиля, полицейский сможет останавливать и проводить проверку. Плюс с законом предусмотрены создания информационных баз, которыми будут обмениваться органы налогов сборов, национальная полиция и прикордонная служба. Поэтому, собственно говоря, здесь отследить и выявить данный автомобиль никакого труда не составит. Поэтому штрафы вырастут, и закон прописан таким образом, что, конечно же, если его президент подпишет в том виде, в котором он сегодня есть, то я думаю, что акции таких организаций, они не то, что будут бессрочные, они будут у них еще более сильнее. Потому что, когда полиция начнет на это реагировать с точки зрения закона, а реагировать полиция не может, потому что мы обязаны, если закон есть, мы обязаны выполнять его. Конечно же, это больше еще будет какое-то недовольство со стороны владельцев таких автомобилей. И, по сути, эти акции могут в разы увеличиться. Понимаете, многие владельцы данных автомобилей сегодня просто стоят, думают, ну, эти поехали там. Ну да, будет какой-то результат. А когда их каждого на каждом перекрестке будут составлять полицейские, будут составлять материалы, то они уже волей-неволей, они присоединятся к ним. То есть сейчас их там 300 человек, их будет там 3000. Я вас поняла, ситуацию осветили. Будем ждать, я не знаю, развитие. Посмотрим. Спасибо за участие. Пожалуйста, спасибо вам. До свидания.